Здравствуйте, друзья! Меня зовут Тутта Ларсен, это программа «Вдоле». Мы теперь отныне работаем и по вторникам с 11 до 12 в прямом эфире. Рассказываем вам удивительные истории, удивительных людей, которые на самом деле самые обыкновенные люди, но нашли себя в бизнесе. Делаем все это мы совместно с сообществом «Бизнес молодости». Как всегда, у нас будет в эфире герой дня. Это человек, который сделал стартап и реализовал прекрасный бизнес. Мы будем называть это кейсом, то есть неким случаем. Хотя нет, случай — это неправильное слово. Это не случай, это прямо закономерность. Ну, кейс — это вроде бы как в буквальном переводе с английского «Случай». История успеха. Да, его история успеха. И со мной в студии всегда будет эксперт, один из создателей, идеологов бизнес-молодости. Сегодня это Михаил Дашкиев. Привет, Миша. Ну и наш герой Павел Коломин. Привет, Паша. Привет, Туда. Привет, Миша. Напомню сразу, телефоны прямого эфира 65 10 99 6. Есть московский телефон, финам.фм, наш сайт. Заходите на страничку программы вдоль и можете задавать вопросы, делиться комментариями через интернет. У нашего сегодняшнего героя, у Павла удивительное дело. Он продает эмоции. Поступки. И поступки. Расскажи, пожалуйста, что сегодня из себя представляет твоя компания. Как она называется? Компания называется «Дари поступок», собственно, по тому, что мы и дарим. На сегодня компания из себя составляет у нас. Мы работаем на дизайн-заводе «Флакон», у нас свой собственный офис. Семь человек у меня работают непосредственно уже в офисе. В штате? Да, в штате. Соответственно, есть очень много фрилансеров, которых мы привлекаем на работу. Оборот компании в этом месяце, в апреле, около 1 миллиона 700. Чистая прибыль 670. 60 филиалов по России у нас, плюс у нас открылась еще Украина, другая страна, и Казахстан в этом месяце. 60 филиалов? 60 филиалов это своих офисов или франшизы? Это франшизы. Это 60 филиалов по франчайзингу. 60 филиалов по франчайзингу. За какой срок? Ну, если так взять исторически, за какой срок, то все началось с 2008 года. Но, как бы, если так активно в бизнесе, то, наверное, за полтора-два года. Паша, а чем занимается компания-то в целом? Что за поступок? Какие поступки, да, продаете? Что за подари? Дурные поступки, может быть, тоже продаете? Да, да, да. Фигу в кармане. Фигу в кармане тоже можно, в принципе, продать, если она кому-то нужна. Можно сделать. На самом деле делаем в основном позитивные поступки для людей. То есть, как бы, сейчас мы уже даже ориентироваться, начинаем на юрлица переходить. Для этого мы делаем, допустим, у людей очень много поводов, когда им нужны поступки. Там годовщина знакомства, годовщина встречи, признание в любви, предложение руки и сердца, помириться с кем-нибудь, либо наоборот, с кем-то хочет там как-то расстаться очень хорошо, по-красивому. То есть, и поэтому люди хотят в этот момент... А своих творческих эмоций, сил там и храбрости может не хватить. Я понял. Они разбавляют... Вы разбавляете стандартный репертуар кино, ресторан, кино, ресторан, кино, ресторан. Или ты хорошая, но прости, да? Да, разбавляем, да, потому что по-хорошему не то, что у людей собственной фантазии не хватает. У нас, как бы, Москва довольно-таки динамичный город, но и остальные города тоже. Люди в основном все бегают, как белки в колесе, о своих заботах. А бывают моменты, когда люди хотят сделать что-то очень приятное друг другу, что-то запоминающееся. И, соответственно, тогда вот они обращаются к нам, и вот мы им делаем различные мероприятия. А вот так, навскидку, вот самые топ-3, да, топ-3 только самых ярких, самых ярких для тебя, прежде всего, запоминающихся. Что это было? Ну, Миш, я скажу, что у меня топ-3, наверное, у меня вообще еще память не особо хорошая. У нас, так как много мероприятий происходит, ты периодически начинаешь забывать. Ну, ладно, мне кажется, все-таки у людей бывают настолько странные фантазии, что что-то должно было отпечататься. Ну, вот сколько уже вы мероприятий провели? Ну, наверное, более 2-3 тысяч мероприятий уже провели, это точно. Ну, так 3-то найдется. 3-то найдется, но я могу даже в этом месяце сказать 3 мероприятия, самые яркие, которые у меня были. А первое мероприятие, это вот я сегодня, мы как раз закончили проект, вот он сейчас идет, вот я, собственно, после эфира туда поеду. Это мы организовали комнату для брейншторминга, для мозгового штурма. То есть там люди будут приходить, одевать специальную костюму, химзащитную. Какие люди, любые люди? Нет, это 12 предпринимателей, которые будут сегодня штурмовать над одним очень креативным проектом, им нужен был нестандартный подход к мозговому штурму. Мы его назвали полет мысли. То есть мы прицепили кверху, под такому потолку, как у вас, настоящий парашют, форму парашютиста, которая олицетворяет того, что люди должны штурмить и летать мыслями. Плюс еще при входе каждому человеку будет даваться краска, я забыл, как называется, которая краску распыливает. Пульверизатор. Пульверизатор, да. Для того, чтобы они физически почувствовали, что нужно немножечко позволить себе креативить и делать, у них специальная будет отдельная комната, к которой они будут приходить, одевать костюм химзащиты, разбрасывать эту краску по комнате и, соответственно, уже приходить в другую комнату, чтобы разбрасывать уже туда свои мысли. То есть такой очень нестандартный подход к мозговому штурму. А это был заказ от этих предпринимателей непосредственно? Это был заказ от организатора мозгового штурма, то есть она захотела, чтобы он прошел действительно креативно. Плюс сейчас еще туда везут такие кресла массажные, расслабляющие, то есть еще люди будут сидеть, как в настоящем самолете себя чувствовать, как при взлете. Будет там стюардесса, которая будет говорить. Вибрация в области пятой точки способствует стимуляции мозгов. Да, еще китайцы об этом давно говорили. Будут еноты летяги тоже летать. Слушай, ну мне ужасно интересно, как вообще человек находит в себе смелость обратиться за такой услугой. Ну окей, когда дело касается каких-то предпринимателей, каких-то организационных, ну организаций, да, это еще ничего. Ну вот, например, я человек, у меня есть какие-то там, ну свои тараканы в голове, комплексы. Не просто человек, а девушка. Да. Селевая аудитория наша. Знаешь, я хочу расстаться с молодым человеком, я не знаю, как ему об этом сказать, но мне стыдно обращаться за этим кому-то еще, ведь это же, ну как-то неловко в конце концов. Ну конечно, это же наш менталитет российский, понимаешь, мы вообще на рынке, на самом деле, немножко сейчас приходится, мне, во-первых, копировать некого, то есть как бы я ни у кого не могу посмотреть, кто что-то как-то делает. В России нет аналогов, а на западе? Я не видел западников, я пробовал серфить по англоязычному названию, то есть как бы я особо не нашел, но так как, в принципе, у нас очень много идей своих, которые нужно реализовать, в принципе, не успеваем свои проекты реализовать, которые нам интересны. Поэтому, собственно, человек, который приходит, обращается, то есть, ну это же тоже там, наверное, к доктору, когда приходит, обращается, человеку, наверное, неудобно заходить куда-то, а потом заходит, плюс вторая штука, это все-таки рекомендации, понимаешь, вот ты вот звонишь своей подружке, говоришь, слушай, вот так и так, хочу что-то необычное сделать, а у нас-то, как мы с каждым человеком на любом проекте пытаемся отрабатывать, не знаю, что там проект за 3 тысячи рублей или за 300 тысяч рублей, пытаемся отрабатывать хорошо. Кстати, раз уж про деньги, а сколько стоит, какой средний чек вот твоего бизнеса, сколько в среднем платят клиенты? В среднем клиент платит около 7 тысяч рублей, 7 790. Это совсем недорого. 7 790, ты считал, Паша? Да. То есть, чтобы сделать этот самый миллион там 700 или сколько у тебя, сколько в среднем мероприятии в месяц ты проводишь? Ну, смотри, у нас тут первое, у нас складывается сумма из партнеров, которые приходят, это раз, второе, у нас в день проходят 4 мероприятия стандартных, это свидание на крыше. То есть, 4 мероприятия у нас проходят. А как вас спускают на крыше? Ну, соответственно, у нас, мы убили сантехника, забрали у него ключи, пришел, соответственно, новый сантехник, и он понял, что с этими ребятами лучше не связываться. Вот такая вот бизнес-модель. Нет, слушай, ну это же надо на самом деле уболтать там с анапидемстанцией, пожарных и так далее. Это очень большой этап работы, потому что мы один договор разрабатывали около 4 месяцев, чтобы договор был правильный, чтобы там все пункты были заключены. То есть, у нас договор серьезнее, чем у компаний, которые с тарзанки люди прыгают. То есть, как бы поэтому, и плюс еще нужно договор с управляющими компаниями заключить. То есть, тут такой очень большой объем работы. Кажется, что это такое легкое, на самом деле здесь... Паш, да. У меня такой вопрос. То есть, всем, я думаю, стало понятно, что ты парень креативный, и мало того, и себя уже представляешь. Ты представляешь, и ого-го чего, то есть миллион семьсот... Подожди, да, миллион семьсот в месяц у нас в прибыль. Нет, это оборот. Или оборот. Но я так понимаю, что маржинальность, то есть доля прибыли в выручке тоже немалая, да? То есть у нас около 50, наверное, процентов, где-то так. Я хочу сказать сейчас нашим слушателям, что вообще не принято обсуждать, да, сколько человек зарабатывает, какая у него там зарплата, маржинальность и прочее-прочее. В этой программе мы об этом говорим просто для того, чтобы было понятно вообще, откуда вышли, куда пришли, и что сегодня имеем, и почему Паша носит очень хорошие, дорогие часы. По моему мнению, в бизнесе именно обороты прибыли являются доказательством достижений, являются доказательством правильности мышления. Это опять российский менталитет, у нас не очень принято вообще в цифрах это обозначает. Это и проблема, это и проблема, на мой взгляд, тут, и то, что когда спрашивают у людей, они говорят, ну вот, как бы, да, я нормально, нормально, не жалуемся, или потихоньку. Почему это происходит? Потому что люди боятся, боятся то, что налоговая приедет в автобусе, закрутит всех, завяжет. Да, 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 да. Кстати, ты не боишься ли? Все ли у тебя в порядке? Все в порядке, спасибо зарядке. Подожди, я хотела еще раз уточнить. Значит, раз в день свидание на крыше? Да. Обязательно раз в день кто-то кому-то, вот, то есть эту услугу, это самый, наверное, ваш такой, там, бесценный, да? Ну да, это такой наш локомотив. И раз в неделю какие-то удивительные еще? Да, больше, вот, да, вот, как бы, удивительные. Плюс еще очень удивительное мероприятие делали у Мишиного партнера, у Александра Волчика в Минске. То есть, как бы, ездили уже в Минск, обратился Саша, то есть, как бы, руководитель, ему нужно было сделать в Минск день рождения, и мы, соответственно... Это еще один из создателей бизнес-молодости, да? Да, там был очень креативный проект, мы делали аналог 17 мгновений весны, на входе у нас стояла овчарка, которая обнюхивала всех людей немецкая, у всех людей снимали отпечатков пальцев, потом там был расстрел официанта, который якобы был агентом немецкой разведки. О боже, ну вы даете. Да. Бизнес-молодости в доле Стуты Ларсен, продолжим после новостей на ФНВ. Стута Ларсен и Михаил Дашкиев из сообщества «Бизнес-молодость». Сегодня в программе «Вдоль» обсуждаем на Финаме удивительную историю нашего гостя, который продает эмоции и впечатления. Московский телефон 651099,6 и сайт финам.фм. Заходите на страничку программы «Вдоль», делитесь впечатлениями, задавайте вопросы. У нас Павел Коломин, компания называется… Дари поступок. Дари поступок, да. И мы вот только что рассказали вам, что, в общем, нет пределов человеческой фантазии, которую бы компания Паши не могла реализовать в какое-то деятельное событие. Ну а что, Паша, вот эта вот авантюрная нотка в организме, она с детства была? Ну, ты знаешь, вообще мой самый любимый фильм – это «Catch me if you can» «Поймай меня, если сможешь» с Леонардо Ди Каприо. То есть, как бы, ну, он креативил в плане того, чтобы кого-то немножечко обмануть и что-то сделать. Но у него тоже, можно сказать, он такие поступки делал, такие, ну, не особо хорошие. Я, в принципе, тоже креативлю, но только в сфере, которая людям доставляет удовольствие, и за которые люди потом еще благодарны. То есть в детстве ты тырил конфеты у родителей? В детстве, да, я продавал завтраки малообеспеченным ребятам, которые доставались бесплатно. Приходили ребята, которые хотели купить. То есть, как бы, все это было, мою маму вызывали, она краснела за меня, потому что она очень честный человек. Паш, раз уж поговорили, заговорили о твоем детстве, о трочестве и юности, скажи, как складывалось детство твоего бизнеса? Собственно, то, что волнует большинство из наших слушателей, и меня лично волнует, я прямо очень сильно волнуюсь, почему именно эта идея? И как вдруг из человека, у которого не было бизнеса, ты превратился в человека, у которого он есть? Я бы даже дальше немножко заглянула, потому что Паша родился в Комсомольске-на-Амуре, Дальний Восток. Человек приехал покорять Москву. Причем, прежде чем приехать покорять Москву, он сначала на это зарабатывал сам деньги. И, в общем, как я понимаю, без особого экономического образования начался бизнес. Без образования, да, начался бизнес. Расскажи, пожалуйста, свою историю и подведи к этому часу X, который ты считаешь такой точкой невозврата, когда бизнес, собственно, начался. Ну, расскажу, давайте немножко кратенько, да, это был 2002 год, когда я уехал с Дальнего Востока, с Комсомольска-на-Амуре. А чем зарабатывал на учебу семью? Ну, у меня как бы мама одна, то есть как бы у меня еще был старший брат, поэтому мама очень много работала, мы без отца росли, и поэтому денег у нас особо в семье не было. То есть у меня особо богатые, то есть как бы поэтому мама сказала, если хочешь езжать в Москву, то, соответственно, нужно заработать на нее. И я оставил железобетонные поребрики, которые в Питере называются бордюрчики, в Москве поребрики, поставил их... Наоборот. Да, я поставил их около пяти тысяч штук, наверное, на заводе Амурсталь, вокруг всего завода, их изготавливал, и, соответственно, заработал себе на один полет в Москву, один билет в одну сторону. Билет в один конец. Да, и, соответственно, заработал себе на обучение на первый год, то есть как бы тогда были такие деньги, я пришел, разложил эти там еще девальвации, по-моему, в то время была, то есть там не тысячные были такие, разложил полный ковер своих денег, которых я заработал за три месяца. Паш, сколько тебе лет? Сейчас двадцать восемь. Двадцать восемь? Да, в 2002 год там были вот еще вот эти вот деньги, которые не сейчас, которые там, по-моему, такие. Слушай, ну вот ты приехал в Москву, в общем, со своими деньгами, поступил в ВУЗ. Поступил в ВУЗ. Какой-то инженерный, да? Ты спрашивала про авантюризм, сказал, что я, чтобы меня оставили в общежитии, я поступил в ию, джун, джулай, в июле, и чтобы все поступают и уезжают домой обратно. Мне-то ехать не было некуда, я сказал ректору, что я хороший электрик, давайте я у вас буду работать электриком в общежитии. Ну, в общем, я пошел, он говорит, давай, нам как раз электрик на лето будет, как раз поживешь тогда, будешь оплачивать. Так шло становление бизнесмена. Нет, меня шарахнуло в первый день, Миша, меня шарахнуло так, так, что мне стало очень... Ах, вот почему ты такой. Тебя разоплачили. Вот, я понял, из-за чего это все прошло. Меня ударило током, и после этого все началось. Вот тебе и начало бизнеса. Телефон стали разрывать клиенты, Павел, организуйте, сделайте, не знаю как, почему. Паш, а если серьезно, почему такая ниша и какие были первые шаги в бизнесе? Первые шаги были в бизнесе, просто приехав в Москву, я был довольно-таки закомплексованным молодым человеком, мне было сложно спросить у людей, сколько времени, там, я стеснялся того, что я не из Москвы, что я приезжий и так далее. Очень много было конкурсов. Я понимаю, я тоже в парикмахерскую боялся звонить. Но при этом, видишь, он ухитрился остаться в этой общаге, да, то есть как-то все равно... А какие были варианты? Я вот тоже жил в общежитии в Москве, у меня не было вариантов найти назад, это такой total fail. Ну да, но все равно, то есть умение организовать свое личное пространство какое-то там, да, и, в общем, выживать, оно присутствовало изначально. Ну это да. Ну вообще, наверное, у всех ребят, которые приезжают с другого города, они как бы там приезжают и все. Он вообще какой-то странный, потому что обычно слышишь истории душесчипательные о том, как человек начинал с того, что я лотерейки в школе там какие-то делал, бутылки сдавал, Паша клал бордюр около завода, вокруг завода, что вполне необычно, а это уже... Так вот. То есть готов к физической нагрузке человек тоже, к физическому труду. Ну это как бы нормальный труд. И, соответственно, потом понял, что нужно как-то немножко более с людьми общаться, пошел специально работать в продаже. То есть работал в агрессивных продажах, продавал театральные билеты на улицах, людям ужасно стеснялся, меня выгоняли из офисов. Я пришел, мне говорили, да такие, как вы, вообще нормальную работу найти не можешь. Вы наехали тут, да? Да, ничтожество, там очень многие говорили. Ну очень многие, там заходишь в офис, начинают там вызывать охрану, там говорят, да какую ты себе работу нашел. Я понимал, что это, в принципе, все для того, чтобы я хорошо с людьми общался. Я хочу отметить, что это шикарная школа навыков продаж, которые получил Паша, зачастую в таких вот видах деятельности бывает больше, чем сидя на скамье какого-то тренинга или семинара. Да, но это же какой-то в чистом виде мазохизм. Это такая грудью на амбразуру. Я отлично понимаю, что это такое. То есть ты знаешь, что тебя будут пинать, посылать. Да, да, а это будет по-любому. Евгений Чичваркин написал как-то раз, что если тебя посылают 99 из 100, то все отлично. Если меньше, то значит вы не продаете, а если больше, значит уже вам стоит задуматься. Поэтому, ну как-то так он написал, я, конечно, на две трети все переврал. Но это надо понять, на мой взгляд, потому что в бизнесе оно так, то есть далеко не каждая попытка оборачивается результатом. Миша, а я вот хотела тебя спросить, вот в Москву, в Москву, это такой тренд, мне кажется, все-таки был в 90-х, ну может быть еще в 2000-х, да, когда люди думали, что можно состояться только в Москве. До сих пор так думать. И, ну, мне кажется, у меня есть такое впечатление, вот, что, опять же, по знакомству с вашими кейсами, с вашими ребятами, которые прошли... 90% иногородние. Интересно, да. Они в России иногородние, но некоторые из них все-таки развивают свой бизнес и дома. Вот если, просто вопрос сайта, возможно ли развить бизнес, например, в небольшом городе с маленьким населением? Вот мог бы Паша в Комсомольске-на-Амуре построить то, что он сделал в Москве? А как зовут человека, который задал вопрос без имени? Очень хотел поблагодарить за вопрос человека без имени, потому что вы просто действительно замечательный. Я сам являюсь доказательством того, что в свое время, 8 лет назад, я уехал в Москву из Чебоксар, потому что у меня было четкое и твердое ощущение, что в Чебоксарах мне делать нечего, что максимум, что меня ждет, это такая рядовая стандартная работа. А в Москве представлялось собой таким, знаете, Эльдорадо, где что-то магическое, где золото бряцает в карманах у всех людей, где ты выходишь с поезда, тебе стартовый капитал целой пачкой дают сразу в руки. Такое есть, и мало того, такое присутствует, и действительно мы наблюдаем такой центростремительный процесс по всей стране. Однако сейчас, я думаю, и Паша со мной согласится, и другие наши участники сообщества, то, что теперь мы знаем, как жить в любом городе и зарабатывать отличные деньги. То есть в маленьком городе, в принципе, человек может состояться? Абсолютно возможно. Может быть, это будет не миллион семьсот? А может и миллион семьсот. Вот у нас есть человек в Ешкар-Але, который делает миллион семьсот, продавая программное обеспечение на весь западный мир. Причем даже не на Россию, а на западный мир. Поэтому самый главный совет здесь, то, что вы сами себя ограничиваете. Прежде всего, выбором той темы, которой вы занимаетесь. Если вы, например, открываете парикмахерскую, то не надо удивляться, почему ваш бизнес так сложно масштабируется. Если вы берете гниющие, хрупкие продукты, которые бьются, то вы сами себя ограничиваете регионом и распространением. Хурму. Хурму, например. Она сгниет через час там в теплой фуре. А если вы занимаетесь тем, что может быть доставлено в любой город России или даже мира, вы можете отлично чувствовать себя на 300 тысяч рублей или на миллион семьсот где-нибудь в Чебоксарах, в Ижевске, и отлично жить. Да, но то, что продает Паша, с одной стороны, неплохо экспортируется, с другой стороны, нигде не нужно это хоронить. Это услуги, да. Вот Миша правильно сказал, у нас как бы не развивался так активно франчайзинг, если бы в маленьких городах мы, в принципе, не открывались бы. Так что, в принципе, как Миша правильно сказал, главное – это выбор ниши. Второе – это выбор любимой ниши, я считаю, чтобы тебя от нее заводило постоянно. Как тебя, чтобы ты постоянно вставал, и ты думал, ой, надо еще вот это, вот это, вот это, вот это сделать. Ты просыпался, и ты понимал, что ты не хочешь дальше спать, тебе хочется обратно вставать и делать. Но ты рассказывай, да, все-таки, как ты пришел к своему делу. Пришел к своему, поработал в продажах, немножко стал уметь общаться с людьми. А учиться-то вообще когда ты успевал? Успевал, учиться очень плохо. Меня в институте очень не любили, потому что меньше всех появлялся, но успел договариваться со всеми преподавателями. Вот этот человек, который стеснялся спросить, который час на улице, договаривался с преподавателями. Я прошу прощения, он прошел школу театральных билетов. Школу театральных билетов по моему внутреннему рейтингу разве что уступает только школе продаж в электричках. Серьезно? Это очень, это такое, каждый день боя. Никто не хочет в театр ходить? Нет, все театралы. Подходишь, говоришь, вот вижу, вот в глазах вот вижу театрала, говорит человеку, здравствуйте. И начинаешь говорить, то есть маленький розыгрыш делаешь в офисе там. Однажды я приходил, говорил, что я сын генерального директора, к папе пришел. Говорят, к папе, а, ну проходи. Я говорю, ну что, привет, папа съездил на Дальний Восток в 83-м году. Ну вот все, принимай подарок. Ну и вот, ну всякие такие уже штуки начинаем делать. На самом деле, да. Я только что понял, о чем вы говорите. Это, да, на фонд называется. Да, папа такой, раз, тут самое главное, если приходить тупо продавать театральные билеты, тебя, конечно, будут все посылать. А надо в этом, чем классно, во-первых, там с утра всем ребятам говорили, как нужно не обращать внимания на людей, которые тебе говорят негатив, там, так далее. Пропускать это. Я потом через где-то месяц работы я стал просто, мне стали веселить люди, которые на меня кричали. После, после театральные билеты. После, да, после была компания Консультант Плюс, я уже стал продавать. О, это еще лучше. Это что такое? Консультант Плюс. Да, что это продавать? Это бухгалтерия, это онлайн-юридические базы данных. То есть бухгалтерские юридические базы данных, опять же, по своей школе, если мы хотим брать хороших менеджеров по продажам, то надо их искать либо в Консультант Плюс, либо в Гарантии, либо в страховых компаниях. Вот там они знают, как надо работать. Потому что они, потому что кроме них еще огромное количество других людей, которые пытаются это впарить всем, все уже от этого устраивают. Ты приходишь в бедную бухгалтерскую, и у нее уже этих ярлычков Консультант Плюс уже 50 от разных компаний. Тебе нужно еще раз ей установить это обеспечение, чтобы она купила. Так, после Консультанта? После Консультанта Плюс, когда я там работал, я понял, что, в принципе, мне интересно все продажи, в которых я в продажах работал. Я там делал какие-то креативные вещи. То есть заходил, разыгрывал людей и так далее. И вот из этого родилась ниша, о которой мы поговорим после новостей на Финаме. Оставайтесь в доле. У нас в студии создатели-идеолог пространства, сообщества, бизнес-молодости Михаил Дашкиев и Павел Коломин, руководитель компании «Дарьи Поступок», который рассказывает нам о том, как он, собственно, пришел к успешному бизнесу, начиная с продаж театральных билетов. Мы тут разговаривали о твоем становлении, если ты помнишь. А я думаю, ты помнишь. Ты продавал театральные билеты, Паша продавал «Консультант Плюс», что было еще жестче. А потом понял, что можно продавать что-то еще менее материальное. Радиоактивные изотопы, да. Сейчас, подождите, я напомню, координаты наши 6510996, московский телефон, наш сайт finam.fm. На страничке в доле можете задать вопросы. Кстати, есть вопрос в Фандам, как без экономического образования идти в бизнес, возможно ли это, если да, то как начать? Вот вам один из вариантов начать с театральных билетов. А вот давайте такую паузу сделаем. Паш, а вдруг у тебя есть экономическое образование, поэтому не отвечай пока. Я лишь приведу два примера, которые вот у меня есть. Бывает, что, как не парадоксально, что бизнес лучше получается у людей, которые не знают, как его надо делать изначально. Глаза боятся, а руки делают. Да, потому что все вот эти вот обширные знания о том, как у нас обстоят дела с бизнесом в стране, они зачастую мешают. Так, например, на моих глазах вырос мальчик, а теперь мужчина, который был велосипедистом, причем профессиональным. У него в голове было примерно следующее. Велосипед, 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 велосипед. Правая педаль, левая педаль. Педаль, да, и все. Он сделал клининговую компанию. Друг Петра, моего партнера. Он парикмахер, он был старшим стилистом в Велопрофессионал, а сейчас он занялся таким очень интересным бизнесом. Трубозапорная арматура. О господи. Втянувшись туда из-за ситуации с братом, и он сейчас выкрутил этот бизнес на миллион чистой прибыли. Так вот, Паш, а ты не экономист ли случаем? По образованию. Нет, никакой не экономист. И не финансист. И не финансист. И не бизнесист. И, ну как бизнесист, я не знаю, кто это такой. Я думаю, ты сейчас продолжишь еще, и ты какую-нибудь завернешь туда штуку такую, и я скажу, да, я то, ты скажешь. Это я. А ха-ха-ха-ха на меня. А на самом деле, я когда приходил в институт, я понял, что у меня постоянно какие-то порции ненужных зданий меня впихивают, и я как-то они впихавили и уходили. Ну да, инженер металлургии, ресурсосбережения и экологии из тебя точно не получился. Не получился абсолютно никакой. Это твоя специальность? Да, это моя специальность, институт стали и сплавов, из которой, да, и никакой не получился из меня инженер. Инженер, есть анекдот про плохого проводника, так я плохой инженер. И сварщик невзобравдышний тоже. Так как же? А действительно, как? Бизнес начал. Ну, начал, вот как бы я все истории рассказал, да, в которых я в каждой придумал что-то свое. И, соответственно, я потом случайно, вот маленькая еще история, случайно нашел, что есть компания, в которой нужны мои навыки. Это провокационный маркетинг Юни Давыдов, рекламное агентство R&I. Я, собственно, пришел к нему, говорю так и так, делаю вот такие вещи, показал пробный проект, как у меня друг извинялся перед девушкой в метро на раскладушке. Ко мне друг обратился, говорит, Паш, помоги мне, я поссорился с девушкой, надо помириться. Я, соответственно, говорю, ну, давай, попробуем сделать тебя. И, соответственно, сняли ролик, как он заходит с раскладушкой в метро, с одеялом, ложится спать и, собственно, едет, и что, показывает ей, что ему негде жить. Соответственно, снимали ролик дрожащей камерой какой-то, самой обычной, которую я попросил снимать, я не умел, нажал на какую-то кнопку. И в итоге мы отослали ей этот ролик с ссылкой на YouTube, и этот ролик просто, они, во-первых, сейчас уже помирились, в мае, я им сказал, в мае не делайте свадьбу, маяться будете, но они хотят почему-то в мае. Ролик сейчас пошел по YouTube, собрал сейчас около 7 миллионов просмотров, и, соответственно, параллельно к нам начали обращаться люди, помогите нам, организуйте. В этот же момент я с этим роликом пришел к Юнию Давыду, устроился к нему работать. А что такое провокационный маркетинг? А провокационный маркетинг, это и стандартная реклама, да, там, которая вам раздают листовки, они наклеены. А провокационный маркетинг, там, если будет листовка, то там, не знаю, будет нарисована девушка, не знаю, у которой обнажена грудь, которая, там, как-то говорит, не знаю, что-то еще сделано, то есть, который немножко покупателя сразу вышибает из стандарта. Выбивает из клея. Он тебя провоцирует на что-то, и ты останавливаешь взгляд свой, замираешь, и самые крутые эффекты провокационного маркетинга, когда ты достаешь телефон, начинаешь фотографировать что-то, это вообще очень круто, да, становится. И, соответственно, пришел к Юнию, показал, что умею делать, рассказал о своем опыте, и он стал меня учить именно, как этот опыт монетизировать именно в бизнесе, в рекламе. И, соответственно, у него долгое время работал, после получил премию «Серебряный Меркурий» в рекламе. Я понял, что, в принципе, вот те, то, что у меня в голове сидит, вот эти идеи, за них не то, что можно деньги получать, за них можно, как-то ими можно делать что-то интересное и классное. После этого я, соответственно, сейчас, у нас с Юнием, кстати, офисы на флаконе рядышком, по иронии судьбы, или с легким паром. То есть, как бы, сейчас... Он не жалеет, что ты ушел? Я думаю, нет. Я думаю, не жалею, что я ушел. То есть, как бы, но, как бы так, вот мы очень хорошо расстались, кстати, уходил очень хорошо. Сейчас, до сих пор, прихожу к нему, советуюсь по многим вопросам. Ну, а вот все-таки начинать собственный бизнес не страшно было, опускаться в одиночное плавание? А как страшно? Ты знаешь, я ушел в феврале, кстати, очень актуально, как я, бизнес. Я ушел в феврале от Юния, и было 14 февраля, и я неосознанно думаю, чем бы заняться. Вот какая-то, знаешь, внутренняя такая, надо что-то свое. И в итоге я пошел, купил валентинки в магазине открыток, и перед 14 февраля стали продавать валентинки, и кричали, валентиночки и открыточки для второй половиночки. Не проходим, а подходим. Не взрывается, не кусается. На улице продавал? На Выхино, метро. Не взрывается, не кусается, не сибирская язва. То есть, только поработал в рекламе, получил премию, и опять пошел на улицу с открыточками? И пошел. Ну, я уже пошел продавать сам, понимаешь, если я театральные билеты продавал, там, так далее. То есть, я пошел это продавать сам. То есть, ты не воспринял это как деградацию? Не воспринял это как деградацию, потому что я чувствовал, что это мое. Я сам на свои деньги купил открыточки. Я взял свое, я тогда носил костюмы, у меня было очень много галстуков, и такая есть. Для галстуков штука круглая, в которую галстуки засовываются. Я, соответственно, вытащил все свои галстуки, около 15 штук, и вместо галстуков этих дырок наклеил эти валентинки. И стоял, продавал. Паш, я от тебя не отстану. Так бизнес-то как начался-то свой? Так, собственно, с этого и начинался. С этого начала было бизнеса. С валентинок, да. Мы продали, там у меня товарищ был Максим, мы продали тогда валентинок, мы где-то на 1016 продали, купили на 2. Мы всем людям, во-первых, рассказали, что есть такой праздник. Как 14 февраля, мы говорили валентиночке от 5 рублей, нам люди подходили, мы говорили, за 5 рублей закончились, остались за 50. Ах, вы гады какие! Они покупали одну, говорит, мне одну, я говорю, а как же для любовницы? Он говорит, ха-ха-ха-ха, ну ладно, давай вторую дочке подарю, якобы дочке. Соответственно, мы открыли людям глаза на то, что есть такой праздник 14 февраля, но для меня это было неосознанно, что это влюбленных праздник, и что, собственно, с этого начиналось. Я просто сейчас понимаю, сейчас с вами общаюсь, я понимаю, как все актуально завязано, в принципе, на темы влюбленных. И, соответственно, после этого мы открыли уже точки по продаже на 9 мая флагов, мы продавали флаги с георгиевскими ленточками, на нас тоже все плевались, говорили, как вы можете георгиевские ленточки продавать. Мы говорили, мы продаем флаги, а георгиевская ленточка идет в подарок. Соответственно, то есть, и после этого это были первоначальные деньги, первоначального капитала, то есть, который был. Соответственно, потом все эти деньги на, вы обсуждали сейчас до эфира, детские праздники, мы решили, что будет круто вложиться в детские игрушки и летом продавать для детей все. Как это классно. Арендовали место в Лефортовском парке, накупили на все деньги этих игрушек, а оказалось, что летом дети уезжают. Да, слушай, не продумали стратегию. И лето было очень дождливое, и в парках никого не было. И вот я сижу с этими игрушками сзади, огромный дождь проезжает, и у меня какая-то игрушка упала и поплыла. Я думаю, ну все, уплывают, уплывают наши деньги. Денежки. В общем, колбасило вас. Напомнил, я когда еду на поезде из Москвы в Чебоксары, проезжаю гусь хрустальный, там ходят такие люди с огромными-огромными игрушками. Потому что им деньги, им зарплату игрушками дают. Вот, в этом проблема, да. Но, в общем, вы попробовали разные авантюрные, почти остабендеровские схемы зарабатывания денег, и никак особо не выстрелил. Не выстрелил, да. И потом я, потом еще занимался, я думал, что я все-таки должен снимать какие-то вирусные ролики, снял несколько вирусных роликов. Но как-то это тоже пошло не особо хорошо. И, соответственно, оказалось так, что, ну, у меня нас, вот по этому ролику, по нашему первому, потому что, как мой друг извиняется перед девушкой, постоянно мне писали, а я на это не обращал внимания. То есть, ну, пишут комментарии, как-то не обращался, занимался всем своим. И, соответственно, после этого уже я один был со своими вот этими идеями, то есть все партнеры убежали, уплыли, да, от меня. И, соответственно, я думаю, дай-ка я попробую сделать сайт, сделать сайт. Соответственно, собрал своих пятерых друзей. Аллилуйя. Аллилуйя, да. Думаю, давайте приходите на фотосессию. У меня друг, сосед занимался фотосессией. Мы сняли фотографию для главной страницы сайта. Я не знаю, почему мы решили снять, мы там пять голых мужиков орем, и там у нас причинное место прикрывается у одного кактусом, у другого цепью, у третьего фуражкой. То есть мы думали, что крутой плакат, крутая штука. В итоге нам звонили с предложением выехать на стриптиз, показать. Я понял, что что-то не должно с картинкой менять. Месседж немножко другой получился. Месседж не тот, да. И вот начали обращаться люди, чтобы мы помогли что-то сделать. То есть говорят, а вот мне тоже помогите помирить. Но я к этому несерьезно относился, а потом я думаю, блин, на самом деле, ниша, когда для людей делаются какие-то мероприятия, не для компании, не для еще какого-то, для людей делать такие... Для отдельно взятого человека. Для отдельно взятого человека делать какую-то такую мини-рекламную акцию для него, чтобы показать его потребительские свойства, его таргетинг показать определенный, для кого он это делает, чтобы он был значимым. А вот, извини, немножко перебью, хотелось бы немножко структурировать твой бизнес или твою этапность. Вот ты нащупал нишу, да, ты понял, что поздравления или примирения с девушками пользуются спросом. А как ты потом начал его превращать в более системный вид? То есть ты организовал, я так понимаю, поток через сайт или тогда еще потока не было? Тогда у меня все очень было, нет, потока тогда не было. Я начал звонить своим друзьям, я понял, что такая ниша есть. Я обзвонил свой посправочник, говорю, друзья, я занимаюсь такой штукой, я организовываю креативные мероприятия, готов вам делать по себестоимости. Мы с вами встречаемся, я вам делаю, у меня портфолио, у вас работа. Окей, окей, прозвонил и буквально на третий день ко мне обратились, говорят, у нас у одной, у нас у девушки день рождения, надо ее поздравить. Ее хотят поздравить 50 человек. Соответственно, да, а денег мало, говорят, я в итоге придумал следующее. Я каждому из 50 человек раздал такие посты, эти стикеры, которые клеятся, ну, напоминалки, и сказал, напишите ей поздравления, рисунки и так далее. Соответственно, каждый написал на этих 100 штук поздравления по слову, рисункам, у меня получилось 5000 поздравлений. Я эти 5000 поздравлений взял, наклеил на газель огромную, то есть полностью газель была обклеена, и подогнал к месту, когда она подходила мимо. Соответственно, она подходит, ты представляешь, там, и 50 человек, и последние 10 стикеров, они должны были подписывать, кто. И она подходит, видишь, что ее поздравило очень много людей, плюс еще мы эти стикеры отправили в другой город, чтобы ее друзья в другом городе подписали. Даже у нее хватит фантазии. И, соответственно, это получился такой огромный подарок, газель получился огромный подарок, а внутри были ее самые близкие друзья, которые потом выскочили из газели и подарили ей огромные шары, которые взлетели в воздух. И дальше просто пошло по сарафанному радио. Дальше в этот момент меня увидел журналист из НТВ, который проезжал. Ничего себе. У нас, во-первых, с 905 года полностью встало, когда мы на 905 года припарковали эту машину, встал полностью с 905 года. Все смотрели. Это, ты знаешь, для меня показатель хорошего проекта, когда люди стоят вокруг и начинают снимать это все. Все снимали, все смотрели, а я, соответственно, так как постоянно много бегал там в куларах, там это, это, камера не снимает, там то-то, там какой-то милиционер подошел, еще что-то, со всеми приходится договариваться на площадке. Он говорит, я вижу, что ты, наверное, организатор, я говорю, я, он говорит, давай про тебя репортаж сниму, я говорю, давай. И, соответственно, он снял про меня репортаж, вот у меня особо ничего не было, был сайт на коленке, он ко мне пришел, я говорю, визитки закончились, извините, тогда никаких визиток не было. Миша, согласись, что вот это чисто московская тема, такое с тобой может произойти только в Москве, когда мимо проезжает журналист НТВ и хочет снять про тебя репортаж, наверное, это столичная тема. Ну, безусловно, но, во-первых, я не думаю, что репортаж определил судьбу Павла, то есть репортаж был хорошим подспорьем, что действительно, я так понимаю, после репортажа пошли клиенты, правильно? Да. И Павел понял, то что надо делать больше таких репортажей, да, собственно, на этом сейчас и выстроен весь литген, я просто знаю кулуарную кулуарную. Скажи, а бизнес-молодость в твоей жизни появилась в тот же момент или как это уже? Нет, бизнес-молодость в моей жизни появилась уже, когда я работал на дизайн-заводе «Флакон», это было летом, по-моему. Когда мы проводили интенсивный. Интенсив у нас на «Флаконе», да. То есть когда у тебя уже был собственный опыт, собственный офис? У нас, да, у нас как появилось, у нас во «Флаконе» вообще не особо много мероприятий проходит, где есть очередь. Я прихожу на работу, как всегда в субботу, как сумасшедшие, в субботу, воскресенье работаю, прихожу на работу, смотрю, стоит огромная толпа людей. Огромная толпа прям практически от метро. Я говорю, а что происходит? Они говорят, а там Михаил Дашкиев и Петр Осипов бизнесу людей учат. Я думаю, блин, что это за херня какая-то? Я и так все умею. Да, какие-то там парни бизнесу будут учить. Что было дальше, мы расскажем вам после новостейного феномена, оставайтесь в доле. В доле Студты Ларсин, как обычно, от «Бизнес-молодости» Михаил Дашкиев и руководитель компании «Дари поступок» Павел Коломин. 6510-1996, московский телефон, финам.фм, наш сайт, заходите на страничку программы «Вдоль», задавайте вопросы, скоро совсем я их делегирую нашим гостям. Паш, ты в итоге все-таки оказался на интенсиве. В итоге оказался, да, заплатил за интенсив, думаю, дай два дня поучусь, посмотрю, что там происходит. В итоге меня после первого занятия Петя выгнал из занятия, у меня телефон звонил, выгонял меня три раза из занятия, потому что у меня зазвонил телефон, он говорит, покидай или разбивай телефон. То есть я говорю, что это такое, я не успел еще послушать, я говорю, что за фигня такая. Но он меня выгнал, я как бы же умею пролазить про всякие ходы, тем более я флакон знаю, я зашел с другого хода, сел, он опять меня увидел, выгнал. Да, потом он меня с третьего раза, он вышел, он прямо уже третий раз, он искал меня глазами, где я. И, соответственно, он меня третий раз выгнал, но уже к концу мероприятия я тогда уже успел послушать очень важные вещи по сайту, что у меня уже было, в принципе, реализовано. Очень важные вещи по контекстной рекламе. Да, ты творческий человек, и видно, как у тебя мысль обретает свой полет. Как же ты систематизировал, то есть можешь ли ты связать твои действия или инсайты, или понимание с конкретным влиянием на денежный результат? Да, то есть просто то, что ты сейчас описываешь, это все выглядело либо как счастливый случай, либо как просто какое-то безумное бурление эмоций и хаоса, с которого нечаянно как-то вот все получается. Ты сам как считаешь, у тебя все-таки получается благодаря счастливым случаям или благодаря твоим решениям, которые ты делаешь? Нет, во-первых, получается, я работаю очень много, хотя это все говорят, что работа нужна меньше. Я очень много работаю, второе, мне это очень нравится, то, что я делаю, третье, у меня в голове очень много идей, которые я хочу реализовывать, и я знаю, что реализовав их, людям они понравятся. И четвертое, я все-таки по лидогенерации, по привлечению клиентов, я уделяю этому время, я понимаю, какой должен быть сайт, какие должны быть источники для привлечения клиентов из интернета, из других сфер и так далее, из оффлайна, из онлайна. Я это все, я не такой профессионал. То есть подожди, общение с бизнес-молодостью научило тебя правильно привлекать клиентов? Общение с бизнес-молодостью, во-первых, доказало, что я какие-то шаги делал, это уже правильные, я уже, которые делал в течение трех-четырех лет, которые я тестил, они показали, что это правильные. Во-первых, я также продавал виртуальные услуги, когда у меня выходила какая-то услуга, я просто брал какую-то фотку в интернете, неважно какую, выставлял и уже ее продавал. Начинал на нее нагонять народ, и потом, когда люди мне начинали звонить, у меня такое чувство. То есть сначала продавал, потом делал услугу? Да, сначала продавал, собирал народ, который на эту услугу хочет пойти. А потом уже, соответственно, ее дело Потому что тебе деваться некуда Есть люди, которые хотят тебе заплатить деньги Есть холодильник, который пустой Есть гречка, которая тебе уже надоела Неправильно продать и не делать Неправильно получить деньги И ничего не дать взамен Но получить заказ То есть готовность Заплатить тебе И потом уже реализовывать в срочном порядке Это самая крутая мотивация Потому что ты понимаешь Иначе ты эти деньги потеряешь Да, и опять гречка и сметана. Самое главное твои свершения, самые главные твои достижения в бизнесе, которые ты сделал, уж не знаю, с нами ли или без нас? Ну, одни из самых главных достижений, это все-таки я считаю, что идея, которая была в голове, сейчас живет по всей России, это мне очень нравится. Региональная экспансия. Региональная экспансия, это то, что сейчас наконец-таки, то есть как бы вы говорили, есть такие ключевые вещи, как вот на занятиях, сейчас вы говорите, что есть ключевые вещи, которыми важно заниматься. Моя ключевая вещь, которой мне нужно заниматься в бизнесе, это придумывать новые проекты и реализовывать их, то есть как бы это, вот я постоянно думал, что блин, вот у меня сейчас такой завал там по продажам, по этому, по этому, по этому, по этому, по еще по всяким вещам, по, ну, я понял, что все-таки одна из ключевых компетенций моя, Это первое, это делать так, чтобы клиентов было много. Второе, это реализовывать свои идеи, которые у меня в голове. Я, кстати, хочу отметить, Паша очень упрям. Очень упрям, потому что, когда мы с ним разговаривали, я ему говорю, закрывай регионы, концентрируйся на Москве, на центре. Прежде всего нужно выстроить менеджмент. Но это часто ошибка многих людей. То есть открываются регионы, потому что люди думают, если у меня регионы, то я крутой. У меня 11 филиалов, 12, 15. Но возникает куча проблем, возникает куча непонимания. Я по-прежнему так считаю, что, возможно, это и правильный путь. Нужно сконцентрироваться на центральном филиале, выкрутить бизнес-процессы, создать менеджмент, управленческую команду. И когда ты уже достиг одной идеальной единицы, то есть тогда уже стоит масштабироваться. Я донес эту мысль Паше, он покивал. Да, говорит, наверное, ты прав. И продолжил открывать регионы. Сейчас у него 70% от бизнеса ему приносят регионы, если я не ошибаюсь. 60. Вопрос от Ноны. Какие поступки для тебя неприемлемы, несмотря на выгоду? То есть за что бы ты ни взялся? Ну, мы до этого делали жесткие розыгрыши, когда человеку подкидывали в машину наркотики, якобы его разыгрывали. То есть как бы я сейчас... Настоящие наркотики? Да, после этого мы делали провокацию измены. Ненастоящие. Ненастоящие. Ненастоящие, нет. А затем мы делали провокацию измены, когда к нам обращались люди. Мы хотели проверить на то, что способна ли его девушка там познакомиться с каким-то парнем или не способна. Мы, соответственно... Да, мы, соответственно, это делали и предоставляли. Допустим, клиенту потом навстречу приглашали эту девушку. Но приходил не тот парень, который пригласил от нас, а приходил молодой человек, который это заказал. Ну, то сейчас совесть тебя не грызла? Спать-то спокойно мог после этого? Тогда спокойно спал. Но сейчас я полностью отказался от мероприятий, которые не несут добро, после которого мероприятия люди не говорят, дайте мне валерьянку от того, как классно, а после которого говорят, дайте мне валерьянку от того, как мне плохо. Какие же вы гады. Я вспоминаю фильм «Игра». Да-да-да-да. Блин, не надо было мне говорить, это какие вы же гады. Я был такой хороший, если... Нет, это же здорово. Ты не можешь стать хорошим, если ты не побыл хоть чуть-чуть плохим. А то как же почувствовать разницу? Потом все-таки я понял, что у меня эти поступки, они, знаешь, как-то не особо часто их заказывали. Потом я просто видел, что человек, для которого делается поступок, это то, что я делаю, ему несет неблаго, ему несет плохо это все делать. И поэтому я понял, что это и у меня что-то это не особо идет и так далее. И я после этого решил, что поступки, которые в последующем доставляют людям не положительные эмоции, а отрицательные, я их, соответственно, не делаю. А за какой поступок, спрашивает Виктор, ты бы сам был готов заплатить? А, за поступок, который мы делали на крыше Ридс Карлтона, это предложение «Руки и сердце» с участием Карины Кокса, это суперкрутой розыгрыш. Это певица из группы «Сливки» есть. Да, да, это суперкрутой розыгрыш, которую девушку мы разыгрывали две недели, она думала, что она проходит кастинг на MTV, мы арендовали полностью крышу Ридс Карлтона, где была ее любимая артистка. Я вам сейчас просто за короткое время не успею рассказать, этот поступок является моей гордостью, то есть как бы горжусь за него. У меня такой вопрос животрепещущий, который волнует всех наших слушателей. Скажи, пожалуйста, вот у тебя есть сейчас, сколько ты зарабатываешь вообще в месяц на себя? Твоя личная зарплата. Ну, я вывожу тысяч триста на себя. Триста? Вот скажи, пожалуйста, а ты будешь выводить на себя миллион, два, три? Есть ли у тебя причины, чтобы это делать? И на что ты тратишь деньги сейчас? Ну, смотри, у меня, во-первых, мама, которая всегда мечтала жить в Подмосковье, то есть как бы поэтому у нас сейчас строится квартира в городе Долгопрудном, в который она приезжает, как бы это была первая часть, куда у меня... Ты строишь квартиры? Она уже, ну, она строится, она сдается в 2014 году, летом, то есть как бы, да, сдается стройка, соответственно, да, у меня приезжает мама, которая давно мечтала, то есть как бы это для меня очень важно, потому что она всегда мечтала жить в Подмосковье, рядышком где-то. Следующее, я как бы люблю хорошую одежду, хорошие часы, отдыхать, не в России, в разные города ездить. Я люблю реализовывать свои поступки, которые, допустим, если я поступок реализовываю, который пока еще не купил клиента, я все равно его сейчас делаю. Вкладываю, вот у нас сейчас романтический автобус, не обошелся в 60 тысяч, чтобы снять это видео. То есть, допустим, я вытащил из бизнеса, и так далее, трачу деньги на вот эти вещи. Кем ты себя видишь где-то через год? Какие у тебя планы на этот год? Миш, у меня, вот честно, для меня это всегда... Это большой срок. За год мы можем добежать до канадской границы пешком, поэтому, ну, действительно, за год происходят очень большие изменения. Буквально год назад, я думаю, у тебя было совершенно все по-другому. Да, да, было по-другому. Но, Миш, честно, вот очень многие люди говорят, надо строить планы на год, на пять лет, на три года. Я вот знаю, что вот сейчас у меня через месяц новый проект называется «Дари талант». Мы будем талантливым людям помогать их таланты реализовывать. Не мероприятие уже делать, а именно делать, чтобы люди делали таланты свои, реализовывали. Я вот на это тебе могу сказать. Миш, я на год тебе не скажу. Я не знаю, что я буду через год. А сколько будет стоить реализовать таланты? Бесплатно. То есть таланты будут обращаться. Если человек в чем-то таланте, но обращается к нам, мы ему настраиваем то, чтобы к нему и шли клиенты, а он, чтобы занимался любимым делом и свой талант реализовывал. Для таланта это будет бесплатно. Вопрос сайта еще один от Елены. Как близкие, ну, мама, например, или, может быть, жена, если она уже есть, нет, супруги у меня нет, относятся к изменению твоего статуса социального? Да как? Ну что, я ей раз в неделю звоню, говорю, мама, у меня все хорошо, все нормально. Вот так и относятся. Нормально у Паши все. Как зовут девушку? Елена. Елена. Я тоже вот отвечу. Почему-то все думают, что изменение социального статуса происходит как-то очень явно. Что вот раньше я был обычным, а тут я миллионер. Да, тут я икрой моюсь, икру ем, зубы чищу икрой. Не, ну слушай, ну ты ездишь на другой машине, ты делаешь маникюр, ты летаешь бизнес-классом, например. Самое что интересное, что это незаметно. Я не знаю, Паша со мной, наверное, согласится, ты абсолютно не замечаешь. И ты не считаешь себя миллионером. То есть никаких таких там явных изменений не бывает. Да, ты буквально, ну действительно ездишь. А вы знаете, что бывает? Вот бывает, когда вот люди немножко зарабатывают тысячи семьдесят сто, вот они считают себя миллионерами. Вот как-то вот так вот, они вот такие все умные, все такие высокомерные. Ну как-то не знаю, все простые ребята, по-моему. Ну да, мы вот недавно ездили как раз на выпускной. Там была очень большая концентрация миллионеров. Но тем не менее все отплясывали... В возрасте до тридцати лет. Ну да, да. Там отплясывали все так, что аж чуть пол не подожгли каблуками. Поэтому это были абсолютно простые, искренне, обаятельно открытые люди. Поэтому вот Паша один из них. Он там тоже потолок не проломил хлопушкой. А вот это, кстати, тоже очень важно для меня, например. Каждый раз, когда я вижу человека, который интенсивно занимается бизнесом, он говорит, я очень много работаю. Я понимаю, что у этого человека либо вообще нет там, ну, больше ни на что времени, либо он как-то умеет организовывать свое пространство и время, там, я не знаю, секреты тайминга и прочее, прочее, прочее. Тебе хватает времени на себя? Конечно, у меня хватает времени. Ну, сейчас не хватает, к сожалению, времени на спортзал, но хватает времени. И у меня суббота, пятница суббота, обязательно мы встречаемся с друзьями, мы проводим время, потому что... Идем в баню. Идем в баню, да. И абсолютно хватает, потому что нужны заряды, понимаешь? Ты вот, если постоянно им занимаешься, ты немножко выдыхаешь. Нужен какой-то извне тебе поток такой отдыха, расслабления, чтобы потом ты активнее туда уходил. Ну, просто если ты все время делаешь другим праздник, то, мне кажется, ты в конце концов должен хотеть спрятаться куда-нибудь в темное место, чтобы там вообще было тихо и никакого праздника. Самому на празднике поучаствовать ничего не организовано, когда тебе никто не звонят там по поводу того, что как проехать мне, где парковочное место уже в пятый раз, сколько можно. Смотри, ты говоришь, что сейчас 300 тысяч ты берешь себе, мог бы брать и больше, да, правильно я понимаю? Мог бы, мог бы. А когда захочется взять больше и будет возможность взять миллион? Ну, когда захочется, возьму, наверное, вот как бы перекрывает мои потребности. Я буду работать над этим. То есть не потому, что его нету, а просто потому, что сейчас достаточно. Не, ну и по факту у меня сейчас миллиона нету, я сейчас не могу вытаскивать миллион. Это как бы да, сейчас не могу пока вытаскивать миллион. Максим, ты можешь сейчас вытащить, но без того, чтобы бизнес рухнул, погиб. Ну, на 100, на 150 больше могу вытаскивать. Удачи большой. Спасибо. Спасибо, Паша Коломен, Миша Нашкиев. Вдоль из Таты Ларсен. Встретимся в пятницу с женской беседой.